В отделении дневного пребывания кипит работа. Кто-то вяжет котов на выставку, а где-то собирает новую модель мягкой игрушки. Одни набирают текст на компьютере, а на кухне накрывают на стол. И так ежедневно. Три десятка человек с особенностями в развитии приходят сюда, чтобы научиться общаться друг с другом и уверенно чувствовать себя в компании. Я думаю, что все-таки каждому человеку нужен какой-то индивидуальный подход, и поэтому со всеми мы занимаемся отдельно. Кто-то это может освоить и за пять минут, а кто-то и за целый день. Это возможно и больше, за неделю. Одна из основных задач центра – это подготовить инвалидов к трудовой деятельности, нацелить на возможное трудоустройство. Ведь даже людям с проблемами со здоровьем надо работать и зарабатывать. Если говорить о нашей функции, то это, скорее всего, диагностическое, потому что для нас важно посмотреть, каким образом они могут строить свою работу, могут ли они работать в группе, усидчивы ли они, как они воспринимают критику. Ну а когда вырисовывается уже общая картина, конкретно по каждому человеку, тогда мы уже выполняем такую, можно сказать, посредническую функцию. Мы тогда уже ищем либо потенциального работодателя, в качестве которого выступают как предприятия, так и центры занятости. Работать инвалидом можно в различных отраслях, главное, чтобы позволяло здоровье. Усилиями сотрудников отделения сегодня успешно реализованы два проекта по адаптации к труду. Бывшие воспитанники работают швеями и операторами ЭВМ. Много усилий в трудоустройстве прилагает и центр занятости. В 2012 году за содействием трудоустройства к нам обратилось 45 инвалидов. И каждый второй из них, то есть 22 человека, нашли постоянное место работы. Важнейшим направлением в нашей работе это профессиональное обучение, в том числе и инвалидов. В этом году на профессиональное обучение направлено 4 инвалида по специальностям штукатур, облицовщик-плиточник, слесарь Кипа, оператор ЭВМ. Это позволит по окончании обучения им повысить шансы трудоустроиться. В районе людям с ограниченными возможностями уделяют повышенное внимание. Для каждого желающего работать найдется подходящее место. Молодые инвалиды, которые не могут трудоустроиться, найдут себя в творческой работе на базе отделения. Здесь они востребованы, ведь их работы всегда в спросе на выставках, ярмарках района и области. Катерина Булатецкая, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.